Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучим с нашего сайта вопросы и ответы, потому что вопросы эти остались, и люди не знают их, а так включат, а не найдут. Вопрос 3780, 26 том, открытым оком. С какого возраста уже понятно, что дело пошло к закату, и ничего не изобретешь. В духовном плане тоже есть какой-то климакс. Есть какой-то климакс, когда где-то рождение уже невозможно? Здорово вопрос, это у меня студенты, преподаватели задавали в университетах, где я вел занятия. Ответ. И тут точно так же огромная разница между верующим и неверующим. У верующих нет ограничений возрастных, они накапливают опыт, делаются только плодоносней. Псалом 91, 15. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Сочны, сочны. Сочны и свежи. Свежи. Посмотрите на старушек на остановке или в автобусе. Какие они безвольные, тусклые, трухлявые. И чем же они дома занимаются, если не ходят в церковь? Они толстеют и злятся. С кем-то ссорятся. Их домашние часто не только не уважают их, а даже желают им скорейшей смерти. А у верующих и в старости все по-другому. Жизнь насыщена молитвой и благодарностью к Богу. Лука 2, 37. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. 1 Тимофея 5, 9. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Это избираема куда? Она изживение. Дальше. Когда мужчине 40 лет, ему пора держать ответ. Душа не одрыхлела перед своими сорока, и каждой каплей молока, и каждой крошкой хлеба. Когда мужчине 40 лет, то снисхождения ему нет. Перед собой и перед Богом. Все слезы те, что причинил. Все сопли лживые чернил ему выходят боком. Когда мужчине 40 лет, то наложить пора запрет на жажду удовольствий. Ведь если плоть не побороть, урчит, облизывается плоть, все из души удалось ей. И плоти, в общем-то, кранты, когда в конец замыслим ты. Как лжехристос губами. Один роман, другой роман. А в результате лишь туман и голых баб, как в бане. До 40 яснее цель, до 40 вся жизнь как хмель, а в 40 лет похмелье. Отяжелела голова, не сочетаются слова, как в яме новоселье. До 40, до 40 схватить удачу за рога, на ярмарку мы скачем. А в 40 с ярмарки пешком, с пустым мешком бредем тишком, обворовали, плачем. Когда мужчине 40 лет, он должен дать себе совет. От ярмарки подальше. Там не обманешь, не продашь. Обманешь, сам уже торгашь. Таков закон продажи. Еще противне ржать, дрожа, конем в руках у торгаша. Сквалыги, живоглота. Два разнозначные стыда. Когда торгуешь, и когда тобой торгует кто-то. Когда мужчине 40 лет, жизнь его красит в серый цвет. Но если не каурым, будь серым в яблоках конем. И не продай базарным днем ни яблока со шкуры. А то у него яблоко на шкуре. Цвет такой. Когда мужчине 40 лет, то не сошелся клином свет на ярмарочном гаме. Все впереди, ты погоди. Ты лишь в кометь не угоди, но не теряйся в драме. Когда мужчине 40 лет, или распад, или расцвет, мужчина сам решает, себя от смерти не спасти. Но кроме смерти, расцвести ничто не помешает. Помешает, однако. В 72-м году написал Евгений Автушенко, ныне покойничек уже. Вопрос 3799-й. Он говорил, что надо укротить себя уже после 40-ка, нет. А сам еще в 60 лет женился, или сколько там. Понимаешь как? Вот интересно, у меня презентация, когда книг была. И был проректор по учебной связи, Семкин Борис Васильевич. И выступал, и говорит. Но с писателем, когда считаешь, а потом познакомишься. Он не такой, они лукавые, говорят. А вот у Лапкина, говорит, я считаю, и каким я его представлял, такой он оказался. Совершенно одинаковый. Вопрос 3799-й, 26-й том, открытым оком. При нормальном развитии, окончании жизни, каждого ждет старость. Насколько же различна она у верующих и у неверующих? Понимаешь, какое стихотворение надо было найти и подобрать. И у кого такого нету, как у Евгений Автушенко. Ответ. Пока не будем доказывать, насколько кто прав в своих убеждениях. А просто посчитаем, что каждый имеет право на свои заключения. Каждый твердо уверен, что получит то, во что верил. Если отрицать веру и неверие, тогда и вопрос отпадет. Отпадает, потому что нет личности. Наступает старость при естественном уходе жизни. А дальше развязка. Что ожидает неверующий? Он оставляет любимое им дело, с трудом нажитое жилище, богатство, родных. Его нет, он будет отвезен и оставлен совсем-совсем один на кладбище. Пока что будущим живым и неверующий мыслит категориями отблеска от оставшейся жизни. Я все студентам разъясняю. Ему хочется, чтобы какая-то связь с живущими у него все же оставалась. Были бы добрые воспоминания. Тут бесконечное число вариаций. Кто и как озабачивается о своих похоронах и о памяти о себе. Озабочивается, а не озабачивается. Забачивается – это зуб нарастил, а забота – это другое. Иначе для чего эти флафеты, трубы, надписи, некрологи, названия улиц и заводов, и даже городов в честь самых неверующих коммунистов? Если он еще это не знает и не видит. Но его-то уже нигде нет. И он понимает, что ему от этого ни тепло, ни ласково. Заручается в том, чтобы его детей тут же не обижали. Тут же нету же этого, не договоряй. Его детей тут не обижали. И вот умирает верующий. Для него смерти нет. Просто естественный переход из одного состояния в другое. И в ожидании более лучшее предстоит. Если же не так, то живы ему тут в помощь своими молитвами и делами милостыни. Больной усталый лед, больной и талый снег. И все течет, течет, как весел вешний бег могучих мутных вод. И плачет дряхлый снег, и умирает лед. А воздух полонек, и колокол поет. От стрел весны падет, тюрьма свободных рек. Угрюмых зима плод, больной и темный лед. Усталый талый снег. И колокол поет, что жив мой Бог вовек. Что смерть сама умрет. Мережсковский. Вот это и знаешь. Сирахов, 42. Какие редкие стихотворения. Вот Господь позволил мне вставлять. 42, 3, 5. О смерть, отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах. Для престарелого и обремененного заботами обо всем. Для не имеющего надежды и потерявшего терпение. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякою плотью. У меня все время сны сейчас. Такие сны снятся. Я каждый раз встречаю. Утром встаю и не могу поверить, что это сон был. И мне кажется, что они мне говорят эти сны. Да, мы, смирясь, молчим. В конце концов, бесспорно. Еродствующий век проходит над землей. Он развивает ум старательно, упорно. И надсмехается над чувством и душой. Ну что ж, положим так. Что вовсе не позорно. Молчать сознательно, но заодно с толпой. Весели в чувственности сытой и шальной. Засмеивать печаль и шествовать покорно. Толпа. Всегда толпа. В толпе себя не видно. В могилу заодно сойти с ней не обидно. Но каково-то тем, кому судьба стареть. И ждать, как подрастут иные поколения. И окружат собой их, ждущих отпущения. Последних магикан, забывших умереть. Когда приходит старость, тогда и видно, что же было впереди. Ага, это здесь у него, я думал, дальше всех творений идет. Случевский. Случевский. Когда приходит старость, тогда и видно, что же было впереди. Верующий знает, как относиться к старым и изнемогшим. Ибо об этом говорит ему Святая Библия. Серахов 9.7. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Иногда приходится видеть, что грешные люди живут припеваючи до старости. Иов 21.7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? У верующего есть надежда на всемогущего Создателя, и он ему усердно начинает молиться. А у неверующего нет надежды. А в достатке есть горькое разочарование. Смущение от того, что его не оценили, что он одинок. В Солом 79. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня. Еще один усталый ум погас. Бедняк играет глупыми словами. Смеется. Это он осмеивает нас, как в дни было и был осмеян нами. Слеза мерзкая в людях велика. Великий смех, безумные плодятся. О, берегитесь вы, кому так жизнь и легка, чтобы с безумцем вам не побрататься. Чтоб тот же мрак не опустился в вас. Он ближе к нам, чем кажется порою. Да кто ж поистине, скажите, кто из нас за долгий срок не потемнел душою? Ну да. Лучевский. Верующий не боится мысленно проникнуть за видимую красоту, зная, что в глазах, столь привлекательных сегодня, в скором времени будут копошиться черви могильные, а кожа слезет с костей, и будет зловоние и смрад. Все, что в нас хорошее бывает, молодостью люди называют. Пыл души, непримиримость в спорах, говорят, пройдут и очень скоро. Говорят, когда я старше буду, я горячность и юность забуду. От тревог и от дорог устану, говорят, я равнодушным стану, сделаю спокойным и солидным, безразличным к славе и обидам. Буду звать гостей на чашку чая, от друзей врагов не отличая. Если правда может так случиться, лучше мне сегодня ж отступиться, лучше мне такого не дождаться, нынче в пропасть со скалы сорваться. Гамзатов Расул. А Расул знаешь, что означает? Нет. Апостол. Надо же. В переводе на русский язык, с арабского. Верующий в воздаяние после смерти готовится к исходу, молясь Богу, прося провести его через мытарство. Упрашивают ангела-хранителя и всех святых помочь ему. Он уже не одинок, и за него молится Церковь Христова. Премудрость Соломона 4.9 Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Все сверстники мои давно уж на покое, и младшие давно сошли уж на покой. Зачем же я один несу ярмо земное, забытый каторжник на каторге земной? Не я ли искупил ценой страданий многих? Все, чем пред промыслом я быть виновным мог? Или только для меня своих законов строгих не властен отменить злопамятливый Бог? 1872-й Вяземский. Кто такой Вяземский-то? Не знаю. Какое-то отношение имеет, наверное. Пушкина там и проще. Дальше. 2 Маковельская, 6.27 Посему, мужественно расставаясь, теперь с жизнью, сам я явлюсь достойным старости. О как! Мужественно расставаясь, явлюсь достойным старости. О чем? Ну давай. О смерти тут уже есть. Хорошо. Сказано. Вопрос 3946-й, 28-й том. Все учтено. Ни один вопрос никуда не денется. 28-й том. Открытым оком. Сильно ли отличаются нравы тех, кто живет близ святынь, и тех, кто просто дома молится и не может быть паломником к тем местам? Вопросы-то какие? У меня люди очень серьезно были на занятиях. Ответ. Поговорка о том, что не место освящает человека, а человек-место, еще пока действует. Если человек любит совершать паломничество, свой хадж, то спроси, что он там ищет. Мне это совершенно чуждо, и я сжимаю до предела свое время каждые сутки и жду с вечера утра, чтобы заняться любимым делом. В Иерусалимском храме Гроба Господня, главной святыней христианского мира, вспыхнула драка между православными и католиками. Несколько десятков человек, священнослужителей, монахов, прихожан и полицейских пострадали из-за того, что монахи ордена францисканцев оставили открытой дверь, ведущей в католическую часть храма. Зачищники арестованы. Священники раскаялись содеянным. В ночь с понедельника на вторник в той части храма, что принадлежит греческой православной церкви, сотни людей собрались на молитву. Они отмечали один из памятных дней православного календаря, посвященный важнейшему событию. В 327 году императрица Зелена, мать византийского императора Константина, обнаружила близ Голгофы место распятия Христа, истинный крест. Когда процессия богомольца вышла из-за зала греческой патриархии, чтобы мимо часовни Гроба Господня направиться влево к Голгофе, один из священников заметил, что дверь, ведущая направо в католическую часть храма, открыта. Православные сочли это знаком неуважения, и несколько человек покинули ряды процессий, чтобы в буквальном смысле слово «захлопнуть» этой дверью. Где «захлопнуть»? Слово «хлопнуть». «Хлопнуть» этой дверью. «Хлопнуть» этой дверью. Два монаха-францисканца, сидевшие на скамье поодаль, сначала довольно энергично воспротивились напору православных, а затем крикнули своих на подмогу, и набежавшие братья-последователи святого Франциска Осискова порядочно намели грекам бока. В завязавшиеся массовые драки пострадали несколько десятков человек, в том числе и израильские полицейские, пытавшиеся разнять христиан. Не только не поставлявших под удары другие щеки, но и стремившихся сокрушить как можно большее число зубов противников. В итоге порядок был наведен, а несколько особенно буйных и рьяных бойцов арестованы. После кулачной баталии настало время словесного примирения. Кавычки открыты. Этот день должен был стать праздником для всех нас, горевал отец Панделемос от лица православных. Нам не стоит воевать друг с другом, ведь все мы христиане, покаянно заметил брат Давид Хури, выступая от лица католиков. У них особенно там было дерево росло, и тот посадился под тень. Из-за того, что тень от его дерева, сколько у них там было баталий? Инциденты, сопровождающиеся рукоприкладством, возникают в пределах главной христианской святыни периодически. Храмовый комплекс, возведенный корестоносцами в 1149 году на месте прежней византийской базилики, оспаривали и продолжают оспаривать друг у друга различные христианские конфессии. В 1757 году, когда Иерусалим был главным городом палестинского Санджака провинции Атаманской Иперии, султан именным указом разделил здания между католиками, православными, протестантами, а также представителями трех древних восточных церквей – Армянской, Эфиопской и Копской. Священнослужители по сей день не могут договориться ни о твердых границах своих зон, ни о совместных ремонтных работах в храме, в силу чего храм Гроба Господня, в отличие от тысяч других христианских храмов планеты, представляет собой довольно печальное зрелище. Его главный зал с часовней гроба и куполом, на котором изображен Иисус, Пантократор, Вседержитель, имеет вид заброшенной строительной площадки с вечными лесами для маляров и мусором по углам. По-настоящему величественно выглядят католическая часть и Голгофа, место распятия Христа. Инцидент пополнит собой список прочих, точно таких же. В прошлом году, во время Великой Субботы, предшествующей Пасхе, в портале храма столкнулись процессии армян и греков, несущие крест. Никто не желал уступать дорогу, и крестный ход завершился массовой дракой, которую тихомиривали полицейские. Храм Гроба Господня охраняют израильские арабы-христиане. В 2002 году на крыше, который делят эфиопы и копты, египтяне, коптский монах, спасаясь от палящего солнца, перенес свой стул в тень и оказался в владениях эфиопов. Эфиопы некротко велели ему убираться вон, довольно по-светски заявив, что действие брата во Христе нарушает соглашение 1757 года, определяющая принадлежность каждого предела, каждой плиты, пола и каждого светильника в храме. В ходе развернувшегося богословского спора оппоненты обменялись вескими аргументами, швыряя друг в друга камни, а также энергичное действие прутьями и стульями. В итоге 11 человек получили ранение, а одного из эфиопов с тяжелым сотрясением мозга госпитализировали в больницу Шарей-Цедек, врата справедливости. 1 царств 2.12.17 Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрак священнический во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. 2.12.17 2.12.17 3.12.17 4.12.17 4.12.17 5.12.17 5.12.17 5.12.17 6.12.17 6.12.17 6.12.17 6.12.17 7.12.17 7.12.17 7.12.17 7.12.17 7.13.17 8.13.17 8.13.17 9.13.17 9.13.17 9.13.17 8.16.17 9.13.17 8.17.17 9.17.17 10.17.17 9.17.18.17 9.17.17.17 10.17.17 Не через чудо Савл обратился, а остановлен был в своем преступном движении этим видением. Обратился он же через всмиренное рассмотрение своего его пути, через сравнение всего с Писанием. Во всех своих 14 посланиях Павел толкует ветхозаветные истины в удивительном свете небесного просвещения. Совершенно не так, как им преподавали в Духовной Академии в Иерусалиме. Его знания были переосмыслены в корне. Деяние 9.9. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Галатам 1.17. И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим не апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Если рыбак Петр, знавший Писание отчасти, размышлял о видениях, то не тем ли паче такой сосуд знаний и мудрости, каким был Савл? Иов 4.13. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей. Данила 4.2. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы мои смутили меня. Деяние 10.19. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот, три человека иду, ищут тебя. Господь всегда размышления и недоумения своих учеников направлял на страницы Библии. Лука 24.26.27. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Переосмысление вчерашней уверенности в истинности пути своего, вот что и привело Савла от нога молила к ногам Иисуса. Диплом уже он получил на имя Павла. Матфея 13.52. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. В воскресенье Христово видевши, ощупаем глаза, припомним день, да мало что поет уста у выпивших, а если трезвый, то припомни где. До этого не ведал, но увидел и поклонился лично и прилюдно. Что изменилось? Всем простил обиды? Христа встречал и целовал Иуду? Приди к Христу, увидеть, победить. Сомнение, неуверенность, неверие. Вобрать тот свет, начать другим светить, стучащему открыть от сердца двери. А далее обещанная трапеза, за столица Иисусом допоздна, вино рекой. Но почему все трезвы? Да вкус небесных блюд суметь бы распознать. Но почему столь захудалый вид? Такая за трапезной одежа. Весь вечер из псалмов поет Давид. Блюда 7 из 70 на выбор нам предложат. Вот. Говори. Да. Здравствуйте. Ну, теперь в другом будет формате. А что? Ну, это только будет в июне. Сейчас рано еще звонить. Ну, а когда вы звонили? Значит, вы звонили уже в июне или в июле? Нет, в мае звонили. Ну, в мае это не поздно. У нас встреча назначается. Ни одного человека мы не пропустили. Это какая-то ошибка у вас. Значит, вы не нам, может, звонили. А кто, кто им на дороге нет был? Щи дети у нас были? Как ее звать? Ну, вот так. Позвоните в мае. Тогда мы поговорим. Ага. В мае где-то звонили? Ну, с числа 10. 10 мая начнем мы уже думать. Ага. Поговорим. А дальше будут встречи устраиваться с ребенком. Вы увидите, туда или не туда отправлять. Ну, вот так пока. Все на этом. С Богом. Слава Христу. Дальше. Бойцы с крестом. Любовь его есть знамя. А может, мы завернуты в пеленки? Мария Магдалина сама кувшин из глины. При встрече с Иисусом наполнилась до края. Она благоухает тем вином до ныне. Ее свеча чудесно не сгорает. Святое благовестие встречи. Когда увидевшего, скрещшего, воскресла. Не на груди теперь взвалила крест на плечи. Ее кувшин целеханик не треснул. Воскресение Христово видевши, признавши в нем Создателя и Бога, весть понесем для всех и нас обидевшим, здесь при кресте обувши наши ноги. Ну, вот это все. Все сейчас. Сколько там у нас есть? Я думаю, что еще есть. Нет, уже 33 минуты. Ну, все тогда.